Евангелие от Иоанна 12 глава 24 стих Как смысл этого стиха библейского относится к повседневной жизни христианина? Я его процитирую или ты его уже открыл? Я открыл, если честно. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Во второй части немного я эту иллюстрацию, которую я испытал у себя на балконе, посеяв семя обычной семечки. Статировал его смерть. И она, да, она перешла через смерть, преобразование, воскресение совсем в другом новом теле. Вот у меня расцвел сегодня, со вчера на сегодня, вчера уже немножко показались лепестки этого подсолнуха, а сегодня уже, вот, я уже его увидел полностью. Он еще небольшой, но тем не менее. Там еще должны семена появиться. Вот. Но вот, как вы отреагируете на эти местописания? 12 глава, 4 стих, Евангелие Таана, Христос говорит. Пожалуйста. Может быть, ты отреагируешь еще на предыдущие наши... Можно кратко, потому что то, что говорил Авель про смокомницу, это очень интересно. Знаете, на что обращаю внимание? После греха падения Адам прикрылся чем? Он прикрылся смоковными листьями. Смоковными листьями. А Евангелие Таана, первая глава, еще больше, вот, история с Анафанаилом, или Натанель, резкое имя, ну, Анафанаил, еще больше объясняет вообще принцип. И, может быть, проливает определенный свет, почему вот Иисус проклял именно вот эту смоковницу. Да, как интересно, когда Анафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему, вот, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Анафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть, реакция, на самом деле, удивительная. После того, как Иисус ему сказал, я видел тебя под смоковницей, я не знаю, что на самом деле, мы до конца, наверное, не познаем, что произошло в сердце Анафанаила. Может быть, он, может быть, он был грамотным иудейским юношей, может быть, он вспомнил историю Адама. Но, понимаете, вот эта смоковница, вот это состояние духовное, я нахожусь там, где я нахожусь, в своих стереотипах. А разве это не стереотип? До этого он говорит, из Назарета может быть что-то хорошее. Да, щетка, да. А Иисус вот так вот взял и грамотно просто разбил вот этот стереотип, это упование. Это, видимо, было правда. Конечно. Потому что Христос даже там не мог ничего совершить. Я думаю, смоковница является прообразом, да и не просто прообразом, а такой позицией пребывания в своих собственных делах, в своем собственном смирении, в своей самоправедности. Ведь после этого, когда Иисус проклял смоковницу, он пошел в храм, и у него с кем начались терки? С фарисеями. То есть это было указание. Ты не принесешь плода, вы не принесете плод. И Иерусалим, и его, и учителя, потому что вы находитесь в этом состоянии. Вы находитесь под смоковницу, но вы не хотите оттуда выйти. Нафанаил вышел, и он получил спасение. Вот поэтому я думаю, что это, кстати говоря, это напрямую связано с этим цехом, который вы сейчас упомянули. Вот это смерть для себя, для своих дел. Я тебе перебью одну секунду. Потому что ты сказал, почему он находился под смоковницей. Если вы видели когда-нибудь настоящую смоковницу, то самое Эца Шикма, о котором идет здесь речь. Эца Шикма имеет листы огромного размера, на самом деле. Они могут доходить до 70-80 сантиметров в длину. Листья, такие солидные. То есть там реально можно было Адама завернуть в него. И когда он говорил, что ты находился под смоковницей, под смоковницей люди обычно прятались от других. Потому что это были деревья, у которых вот это вот обширное листво, спрятавшись под которой, можно остаться быть незамеченным. И скорее всего, когда он сказал, что ты был под смоковницей, я тебя видел, никто его там не видел. А вот Иисус его увидел. Почему? Потому что он смог разглядеть его под вот этой вот густой листвой огромных размеров. Да, и вот это состояние, ведь что здесь, какой ключевой момент смерти? Если не умрет, то не принесет плода. Это видоизменение, изменение. Зерно меняется. То есть оно внутри, конечно, то самое, которое было посеяно. Но все равно оно видоизменяется, структура другая. И вот это ключевое слово, изменение. Потому что смерть для себя, она, и воскресение, конечно же, как результат для него, принесет в себе внутренние изменения. И структура меняется, мы меняемся. То есть наши дела меняются, наша реакция меняется. У нас уже не те амбиции, которые были раньше. И у нас другие желания. И поэтому вот тут, я думаю, именно это Иисус имеет в виду. Я читаю вам контекст, конечно же. Евангелие Таана, 12 глава. А 23 стих. Иисус сказал им в ответ. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам. И если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее. Ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. И дальше. Ну, в принципе, это то, что уже относятся к этой последней неделе перед праздником Песаха, здесь, когда они пришли в Иерусалим. От этого момента уже начинаются его проповеди, говорения о Голгофе. И, видимо, понимаете, как, вот есть момент, что, конечно, Христос заплатил цену за нас, да. Но тут где-то мы тоже все последуем такому же, пройдем этот смерть, да, смерти воскресения. Если ты сегодня копнешь под солнышем, то семечку ты там не найдешь. Семечки нет, она умерла, да. И не только она умерла, а просто там нет. Знаете, вот когда человек умирает, потом делают изгумацию в могиле, там все-таки останки есть. А ты не найдешь никакого семени. Там будет корень, там будет основание ствола, там будет сам вот этот ствол, стебель, да. Ну, все, что угодно будет, но только не семечка. И вот эта смерть, это когда мы приносим плод только после того, как мы просто исчезли. Нет, ну мы тоже произошли не от семечки. Я имею в виду такое прямо, буквально семечки. Это другое семя, да. Но вот когда умирает семя, это значит, его просто там больше не становится. Вот Иисус, когда он показал это своей смертью, своим пребыванием в гробу и воскресением, когда они туда пришли, они нашли там то же самое, все то же самое. Гробница та же самая, камень тот же самый, ну, плащаница это та же самая, саван, да. Все то же самое. Даже мастику, скорее всего, ту же самую нашли. Только тела там не было. И он явился совсем другим. Потому что он должен был проиллюстрировать то, что он им сейчас сказал. Он должен был умереть для того, чтобы потом принести много плода. И это написано в 53 главе Исаии. Там написано, что на плод свой, да, будет взирать с удовольствием, да, потому что он не мог принести плода, если он не переродился от того, что сейчас нам говорил. Не было бы перерождения, не было бы и плода, пускай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...